Продолжение следует... Я хочу поблагодарить президента Федерации дзюдо Воронежской области Артёма. Я не называю Артёма, просто потому что у меня такой долгий, если я его позвольте. За то, что он поддержал нашу инициативу. Нашу инициативу, это группа исследователей в области боевых искусств. Я хочу представить моих коллег. В первую очередь, это мои коллеги с Айда. Рустем Аликов представляет направление, вид единоборств боевых искусств, как самбо. И Владислав Макаров, представляющий вид единоборств боевых искусств, айкидо. Я представляю вид единоборств боевых искусств. Современное дзюдо, ну и так классическое дзюдо, так назовем. Сегодняшняя наша встреча, она носит образовательно-просветительский характер. И мы говорим о боевых искусствах, здоровьесберегающих технологиях. И я хочу, перед тем, как мы перейдем к практической нашей части, сначала некую вступительную, такую преамбуну зачитать. Не буду наизусть, а просто прочту практическую. Это займет минут, может быть, 10, ну максимум. Поэтому расслабьтесь, можете сесть абсолютно легко и свободно, непринужденно. Как это говорится, оценки ставишь, где учитель не сбудет. Так, а, ну я, я забыл, вы тоже представите, да? Я Роман Карасьев. Боевые искусства, здоровье, сберегающие технологии. В данном выступлении я хочу затронуть вопросы здоровья. Одной из важных составляющих качественной и долгой жизни человека. До сегодняшнего дня на эту тему было написано немало научных и исследовательских работ и статей, доказывающих положительное влияние средств физической культуры на здоровье человека. Мое выступление – это не научная работа. Работа, она лишь в плод моих рассуждений, основанных на личных исследовании и опыте в области занятий боевыми искусствами. Изложив свои рассуждения в почтенной публике, в круг чьих интересов входят боевые искусства, как мне думать, я смогу дать более широкое представление, ну не только я, а также и группа наших исследователей, как я говорю, Рустем и Владислав, дать более широкое представление о том, что боевые искусства, как и любые искусства вообще, которые существовали ранее и существуют сегодня, имеют свойство изменяться. Под словом «изменяться» я имею в виду целый ряд преобразований, способствующих более глубокому пониманию сущностей боевых искусств. Это в конечном счете даст возможность улучшить качество жизни человека и продлить его годы жизни. Говоря о боевых искусствах, в первую очередь я говорю о том, как эти, на первый взгляд, опасные виды физической двигательной активности могут способствовать и способствовать достижению поставленных целей здоровья и сбережения. И представлен мой взгляд в классификации боевых искусств, мое определение боевых искусств с точки зрения их функционального применения. Боевые искусства сегодня занимают одну из лидирующих позиций в мире по популярности среди всех средств физической культуры. На сегодняшний день существуют различные системы боевых искусств, разработанных в разных странах мира. Эти боевые искусства имеют свои оригинальные названия, технический арсенал приемов и так далее. Все это говорит о том, что потребность в боевых искусствах с течением времени не уменьшается, а только возрастает. Изучая и анализируя различные виды боевых искусств, я столкнулся с одним из, на мой взгляд, важных упущений. Сегодня, как и в начале своего массового распространения в мире, эти искусства позиционировались по трем направлениям. Это военно-прикладное, спортивно-соревновательное и постановочно-театрализованное. Что, конечно же, увеличивало шансы в достижении поставленных целей популяризации и развития этих искусств. Такая ситуация продолжается и сегодня, и даже еще больше стала акцентирована на военно-прикладное, спортивно-соревновательное и постановочно-театрализованное направление ввиду неуменьшающейся стратегии силы на государственном уровне, развития олимпийского движения и телегиноиндустрии. Но, на мой взгляд, у такого подхода есть, конечно, как свои преимущества, но также есть свои недостатки, и очень существенные. Здесь встает вопрос, так что же такое боевое искусство, если их не рассматривать лишь с позиции военно-прикладного, спортивно-соревновательного и постановочно-театрализованного назначения? И чтобы разобраться в этом актуальном вопросе, необходимо немного глубже подойти к пониманию сущностей боевых искусств как средств физической культуры. Понятия боевое искусство появились в современном мире в конце 19-го, начале 20-го веков. Такое обозначение получили в разных странах различные системы, целью которых было обучение приемам противодействия внешней агрессии на человека. Основы этого понятия исходят из стран восточно-азиатского региона и базируются на переводе соединения иероглифов «бу» и «дзюцу». Японский вариант или «ву» и «шу» и китайский вариант. Иероглиф «бу» означает «война» или «бой», а «ероглиф дзюцу» означает «искусство и мастерство». То же самое относится к китайскому варианту «ву» – «война», «бой» и «шу» – «искусство и мастерство». И здесь, конечно же, для многих людей достаточно ясно прослеживается корневая установка цель и сущность всех приемов, входящих в арсенал технических действий разных видов боевых искусств. И исторически во многом так и было. Боевые искусства использовались для подготовки военных охранников и других людей, так или иначе связанных с защитой и безопасностью. Но с развитием технологий и усовершенствованием оружия массового уничтожения использование технического арсенала боевых искусств с теми же задачами стало менее эффективно. В результате глобального изменения геополитической обстановки в конце XIX века стало очевидным, что необходимо вносить изменения не только во внутреннее государственное устройство стран, но и в другие сферы деятельности, в том числе и так называемые боевые искусства. Одним из первых, кто стал говорить о реформе в этой области, стал японский мастер боевых искусств, педагог и общественный деятель Кану Зигора, создателем известной школы Катакан-джи-до. Итогом его почти полувековой деятельности стало создание нового представления о боевом искусстве как о средстве физической культуры для массового использования. Еще одним реформатором физической культуры был создатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен. Его идея возобновления олимпийских игр как площадки для развития и популяризации физического воспитания через спортивно-соревновательную деятельность в конце XIX века получила большое одобрение среди адептов физической культуры. И сегодня олимпийские игры являются вершиной спортивно-соревновательной деятельности. Перейдем к следующему функциональному направлению боевых искусств. Это постановочно-театрализованное. Такое направление стало использоваться и распространяться еще в давние времена, когда на театральных и цирковых площадках, праздниках устраивали показательные выступления или поединки по разным видам боевых искусств. Целью такого направления служила привлечь внимание общества к тому или иному виду боевых искусств. Украсить какой-либо праздник или для того, чтобы развеселить публику. С развитием кинематографа это направление стало набирать обороты. И сегодня во многих художественных фильмах используются приемы боевых искусств разными актерами. Снимаются документальные фильмы, где рассказываются о разных видах боевых искусств. А в качестве яркого их представления демонстрируется технический арсенал во всем его многообразии и с максимальной привлекательностью. Не говоря уже о различных телешоу с приглашением различных мастеров боевых искусств, которые демонстрируют свое мастерство. Таким образом мы видим, что постановочно-театрализованные направления боевых искусств сегодня имеют достаточно широкое использование и заслуженно занимают свое место в классификации боевых искусств в контексте функционального предназначения. И вот мы видим, что постепенно боевые искусства, имея в начале своего пути лишь военно-прикладное назначение, дополнились еще и спортивно-соревновательным и постановочно-театрализованным. Сегодня в мире, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал о боевых искусствах, как о методах самообороны, соревнованиях или шоу. Но давайте немного отойдем в сторону и взглянем на еще одну область человеческих знаний – медицина. Медицина – система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека, а также облегчение страданий от физических и психических недугов. Одним из разделов медицины является анатомия. Целью анатомии является изучение человеческого организма, его системы органов, а также структуры и взаимное расположение. Анатомия человека – одна из пунктаментальных дисциплин в системе медицинского и биологического образования. Еще в древности люди стали замечать, что хорошо, а что плохо влияет на человека, на его качество и эффективность жизни, долголетие. И одним из таких факторов стало понимание, что двигательная активность человека положительно влияет на функционирование всего человеческого организма. Одними из первых выдающихся мыслителей прошлого, кто заявил о полезности движений, был Гиппократ, который сказал, «Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм». Еще один древнебреческий философ Аристотель заявил, что движение – это жизнь, а жизнь – это движение. В дальнейшем и до сегодняшнего дня многие выдающиеся ученые и мыслители высказывались о полезности двигательной активности с точки зрения сохранения здоровья, профилактики и лечения заболеваний. Делая небольшой вывод, можно сказать, что медицина и физическая культура тесно связаны и взаимопроникаемы между собой. Но вернемся к боевым искусствам. В начале статьи я сказал о том, что боевые искусства в современном мире рассматриваются с точки зрения их функциональной применимости лишь как военно-прикладном, спортивно-соревновательном или постановочно-театрализованном значении. И объяснил по каким причинам. Но затронув медицинскую науку, в частности анатомию человека, мы увидели, что между боевым искусством как средством физической культуры и анатомии человека как средством медицины есть очень сильная связь и направлена она на здоровье человека. Так что же такое боевые искусства в новом, современном, реформированном понимании? И вот какое объяснение я хочу предложить. Но для начала я хочу озвучить свою версию классификации боевых искусств, в первую очередь указав их функциональную направленность и выделить наиболее важную, которую я постараюсь объяснить, используя знания из смежных наук, таких как педагогика, психология, анатомия, физиология и так далее. Все боевые искусства по их функциональной направленности можно классифицировать как гигиенические, лечебные, военно-прикладные, спортивно-соревновательные и постановочно-театрализованные. Что касается военно-прикладной, спортивно-соревновательной и постановочно-театрализованной направленности, Что об этом я уже немного рассказал выше, не вижу особого смысла что-то дополнять. А уж что касается других направлений, то здесь остановимся немного дольше. Но не более того, чем это необходимо для общего представления о моих взглядах по данному вопросу. Во-первых, хочу сразу выделить из всего перечня направления то, которое я читаю самым важным. И первостепенно, я объясню почему. Гигиеническое направление является важным по двум причинам. Но чтобы понять это, необходимо разобраться с термином гигиена. Гигиена является греческим словом и означает здоровье. Являясь разделом медицины, она изучает влияние жизни и труда на здоровье человека. Иными словами, можно сказать, что гигиена это инструмент, через призму которого можно понять, вредит ли то, что делает человек, или то, что окружает его, на его здоровье. Сейчас, после того, как нам стал понятен термин гигиена, мы можем перейти к его важности и первостепенности в классификации боевого искусства в контексте функциональной направленности, гигиенической. Есть много упражнений в разных системах и видах боевых искусств. В той или иной степени они оказывают определенное воздействие на человека, его организм. Бесспорно, что по большей части человек рождается здоровым и, пройдя определенные этапы физиологического развития, от момента зачатия и до смерти, стремится сохранить здоровье и обеспечить максимально эффективную и продолжительную жизнь. Для этого необходимо соблюдение ряда правил, а именно правила сбережения и профилактики. Вот здесь мы подходим к тому моменту, когда боевое искусство как технология может и должно быть использована для решения этих задач. А это значит, что все упражнения, входящие в то или иное боевое искусство, как упражнения физической и двигательной активности, должны быть использованы лишь в том виде, в котором они будут максимально безопасны и не повлияют на ухудшение здоровья человека в самом широком его понимании. Это значит, что для сохранения и профилактики здоровья человека необходимы знания, которые позволят, не форсируя естественные процессы физиологического развития человека, используя весь арсенал технических действий боевых искусств, применять его по назначению и в строго определенный возрастной этап развития человека. Вот по этой причине гигиенический аспект ставится во главу предложенной мной классификации боевых искусств в контексте функциональной направления. Теперь я бы хотел сказать об аспекте лечебной. Как я уже сказал, большинство людей рождается абсолютно здоровыми. Но есть случаи, когда по той или иной причине новорожденный имеет врожденную патологию, а бывают случаи, когда патологию приобретаются человеком ввиду его негигиенической жизнедеятельности или в случаях непредвиденных внешних обстоятельств. Врожденные патологии – это результат сразу нескольких факторов. Социально-экономические, генетические, инфекционные, питательные, имеется в виду внутриутробное питание от матери, экологические. В результате врожденных патологий человек получает заболевания до или иной степени тяжести, некоторые из которых можно достаточно быстро вылечить, некоторые переходят в затяжной этап лечения, иные доставляют человеку значительные трудности в его дальнейшей жизни, и он становится инвалидным, а бывают и случаи фатального исхода. Безусловно, что ряд врожденных заболеваний можно и необходимо излечить полностью или остановить процесс дальнейшего развития, тем самым улучшить качество жизни человека и продлить его жизнь. Лечение врожденных патологий называется абилитацией. Помимо врожденных патологий, существуют, как мы уже сказали ранее, приобретенные патологии. Такие заболевания появляются как ввиду неправильного образа жизни, несчастных случаев и, естественно, физиологического старения организма. Как и врожденные патологии, приобретенные заболевания могут быть вылечены полностью, либо частично, а бывают и, конечно же, фатальные случаи. Справиться с этими заболеваниями или уменьшить их воздействие на человека и его жизнь можно и является важной задачей. Лечение приобретенных патологий называется реабилитацией. Для решения этих задач используются различные технологии, одной из которых является боевое искусство. Боевое искусство, как уже было сказано выше, имеет в своем арсенале большое многообразие физических двигательных упражнений, которые с большой пользой можно использовать при абилитации и реабилитации человека. Конечно же, использование упражнений из арсенала боевых искусств необходимо строго в той дозированной нагрузке, в которой они смогут оказывать наибольший положительный эффект. Большинство упражнений боевых искусств при грамотном использовании можно применять в абилитации и реабилитации практически любых патологий. И основным доказательством этому будет служить вновь повторяемый тезис Аристотеля, уже подтвержденный тысячекратно, что движение – это жизнь, а жизнь – это движение. Подводя итог моего выступления, я хочу еще раз подчеркнуть, что я не собирался выдвигать новую научную гипотезу или доказывать новое научное знание, тем более опровергать уже доказанное. Моей задачей в этом выступлении, ну и также задачей нашей группы исследователей в лице Рустема и Владислава, является привлечь внимание адептов, вас, уважаемых сегодняшних наших слушателей, боевых искусств к многофункциональности этих искусств, то есть имеется в виду боевых искусств, их возможности широкого применения в жизни человека. Я, безусловно, уверен, что то, о чем я решил высказаться, известно многим исследователям боевых искусств, но все же, как я думаю, мои мысли могут быть полезны как тем, кто только знакомится с боевыми искусствами, так и уже опытным мастерам своего дела. Спасибо за внимание. Это было краткая такая, ну, может, не совсем краткая вступительная речь, но почему мы начали вначале, мы вот ехали пока к вам с ребятами, обсуждали, приняли такое решение, что все-таки некую такую преамбулу вначале, надо сказать, что может где-то вот вы какое-то уже понимание, о чем мы будем сейчас говорить, получить, я надеюсь. И давайте тогда мы перейдем к практическому занятию, покажем частично общее представление, да, уже практически. И мы с вами все попробуем это сделать, и надеюсь, что как мы зажгем искру, и из искренно возгорится пламя. Это что-то из революции. Это из, не, это революция практически, наверное, сознания, революция интеллекта, я так назову. Я против вообще любой агрессии, вот, но за революцией эволюции, вот так. Поэтому... Я вот позволю себе сказать пару раз, вот, одним из таких наставников Романа Георгиевича является Цыпурский, известный деятель, сам Пирья Лазаревич. Он уже достаточно в возрасте, там, более 85 лет. 87 лет, да. 87 лет. И когда он выслушал романы, да, и они общались на эту тему, о чем мы сейчас хотим сказать, он именно так и назвал. То есть он назвал это революцией. То есть революция, конечно, может быть, это несколько высокопарно, вот, потому что мы говорим о известных всем вещах, но если применить это к нашей практике, в которой мы там занимались сам, зудо, то она, в общем-то, акцент расставляет больше на несколько другие, как бы, точки, позволяющие, в общем-то, человеку на начальном этапе, занимаясь самбо, зудо, вовлечивая в эти занятия более широкий круг. Потому что, если, например, задачи победы на соревнованиях в силу возможностей и желаний ставить для себя определенный круг, да, людей, то развитие через боевое искусство здоровья, здоровье, сберегающей технологии, оно уместно для более широкого круга населения, да, людей. Вот. И, если брать именно вот аспект, в котором я, например, прошел, да, там, определенную школу борьбы, разрешите там представить, в профессиональном поле являюсь мастером спорта СССР, мастером спорта России международного класса по борьбе с АМО. Я ощущал, уже получив, как бы, определенные знания от Романа Георгиевича, я заметил, что интуитивно я ощущал нехватку в боевых искусствах того, что не лежит в плоскости соревнователя. То есть, например, отборовшись до определенного возраста, там, до 22 лет, выиграв, там, Передство Европы, Передство Мира по юношам, Передство Европы, Передство Мира по молодежи, и вот этот последний, там, чемпионат мира по студентам, ну, если брать вот такие, как говорится, вещи, которые на всю жизнь остаются, да, я понял, что дальше развитие меня, как личности в боевом искусстве под названием САМБО, оно ограничено тем, что моя соревновательная деятельность, там, по причине травмы, по причине, там, других приоритетов развития, профессий своей. Она ограничена, потому что, как бы, нету развития, вот, соревновательную деятельность. А здесь мы говорим о том, что, немного изменив, там, тренировочный процесс, отключить туда, вот, те занятия, о которых Роман Георгиевич может быть говорить, боевое искусство позволяет в любом возрасте, при любом цели и полагании возвращаться на ковер, не только как ветеран, да, а именно, как человек, который может развивать, ну, определенные упражнения при любом, своем, как бы, физическом уровне, подозвитии, там, травмированный, травмированный, там, вот, мне 46 лет, 50-е, 70-е, эти упражнения, которые, опять же, всем нам известны, будет, речь пойдет, ничего, переходил на статью, речь пойдет, как бы, о като, да, зоне като, да, и аналогичное, в общем-то, отсутствующее в самбо, например, нету самбо като, упражнения, добавляя, ну, как бы, насыщает тренировочный процесс и вообще, менталитет спортсмена, там, борца, да, в частности, мы говорим, именно, вот этими упражнениями мы даем возможность, скажем так, ну, как я сказал, более широкому кругу людей заниматься, но и самим спортсменам возвращаться в любое время, после любого, там, соревновательного цикла, после любой травмы, в любом возрасте возвращаться, как бы, в свое искусство и не просто, ну, как бы, на вторых ролях, там, в качестве авторитетной личности, неавторитетной заниматься, а именно для себя продолжать развиваться в тренировочном процессе, ну, в рамках другой задачи, которая не выходит на соревнования то и иное, а именно выходит на изучение того или иного комплекса, позволяющего, опять же, как бы, связать эти результаты со своим личным здоровьем. Финьей, извините, конечно, можно на вопрос? Да. Ну, конечно, что мы изобретаем опять велосипед. В принципе, Акидо это все уже решил. Вот то, что сейчас рассказываете, в принципе, Марихей Исиба, Исиба уже давно все решил. Он уже в те времена в далекие уже сделал этот вывод. Так, поэтому... Зачем мы вообще повторяем? Мы не повторяем... Давайте мы тогда вернем к этому. Не, я после задержу. Это хороший вопрос, но скажем так, всем известна подговорка и мудрая подговорка, придуманная не нами, а давно-давно, повторение мать-ученька. То есть, опять-таки, мы можем... Если я не буду повторять свое имя, я забуду, как меня зовут. То есть, это опять-таки, это педагогический процесс. Повторение мать-ученька. И мы знаем все прекрасно, что чем больше мы делаем повторений, происходит нервные связи, развиваются, да, и это уже начинает. То, что сказал Микрюн Сиба, это все замечательно. Опять-таки, то, что говорил Канн в своих лекциях, тоже замечательно. И Канн всегда повторял и говорил, что он ничего не выдумывал. Все было выдумано до него. Поэтому, в принципе, мы озвучили то, что тысячелетия назад Гиппократ сказал. После него там Аристотик, до этого еще говорили многие другие китайские медики-философы. После них еще говорили. Любые, откройте, известные, так сказать, философско-религиозные трактаты, которые говорили, там, начиная с крестьянской, заканчивая на шлеманской, иудейских, где везде есть, указали на то, что человек должен развиваться гармонично. Он должен развивать три составляющих. Это физическое, телесное составляющие, двигательная активность, духовное, внутреннее свое развитие и интеллектуальное. Только совместив и развив в себе все эти три аспекта, мы можем говорить, что мы можем представлять какое-то интересное, во-первых, и сами для себя, и для общества. Иначе, если мы что-то развиваем одно, то мы будем переклиниваться. И, ну, давайте так, мы начнем сейчас с процессами, а в процессе мы начнем, ну, потом мы будем, может быть, беседовать и пытаться разобраться. Потому что, ну, говорить мы можем много, а ясно в том, что мы говорим и делаем, подтверждая то, что мы делаем. И моя задача, допустим, как человека, который изучает и исследует, опять, я не научной деятельностью занимаюсь, мы занимаемся исследованием. Мы за все исследования, которые были сделаны до нас и которые будут сделаны после нас. и ни в коем случае мы ничего не хотим опровергать, а только где-то мы хотим предложить еще раз окунуться в это. Подумать не для того, чтобы я еще раз подумал, это тоже не было важно, но для того, чтобы люди, которые интересны это, тоже еще раз подумали над этим. Потому что, если мы еще раз подумаем, а есть такая, вы знаете, одна из мыслей Кармга Ловчок и его лозунг, который тоже был, ну, как бы взят, это обдумывать тщательно, действует решительно. Поэтому мы обдумываем тщательно, это значит, как 7 раз отмерить, один раз отрежить и тысячи таких же примерных поговорок есть от мудрецов в прошлом, которые мы зачастую забываем по причине того, что мы уходим в какую-то в одну направленность и забываем о том, что есть еще что-то, что можно развить. Вот. Поэтому давайте приступим с вашей проповедью. Вот. Итак, значит, что хотим, да, мы можем так вот поближе к карте, да, чтобы мы все видели, да, и немножко покорировали этот процесс. Значит, мы изучаем искусство. Значит, мы не выходим из искусства и практикуем от начала и до конца все упражнения того или иного боевого искусства. Мы не разделяем их на, в данном случае, на дзюдо, карате или его самбо, а мы говорим, что это все и есть комплекс. Это есть вот такой симбиоз большого названия, под названием боевое искусство. но имеющие разные системы, развитые в разных странах, разными мастерами развитых определенных пределов. И давайте начнем. Ну, мы обычно как? Проводим подготовка тела к проведению каких-то более сложных упражнений. Для начала что мы делаем? Мы обычно так называемое на ментальном уровне переключение сознания. Потому что если мы были на улице, там одна обстановка, приходим в зал, другая. Есть такое понятие, когда мы становимся, закрываем глаза, сегодня говорят, муксо, можно это делать в позиции сэйдзе, можно делать стоя, не имея значения. Мы закрываем глаза и ментально как бы готовим себя. Говорим, что я пришел на это занятие. Получить максимально возможные знания, умения, понимания, проявить инициативу и уйти максимально полезно для всех. покрыли, подумали. Потом мы делали такой рейн, обычно поклон это может быть. Это поклон, для меня, по крайней мере, это поклон, опять-таки, некий такой тундлер, такой включатель, который переключает меня с одного, с одного. Все, сегодня, сейчас я уже полностью готов к данной теме. То есть была лекция, сейчас уже практика. Итак, давайте подведем к теме. Опять, все упражнения мы рассматриваем не просто как из других направлений, а мы берем из этого искусство. Мы начнем делать. Это называется камката, так называемый комплекс формальной последовательности действий. Так, теперь начинаем внутрь. То есть мы подоль, мы не делаем слишком энергичные упражнения, но мы, так сказать, вводим тело в состояние способностей. Еще раз. Вот это есть последовательность действий. Одно упражнение переходит в другое. В Японии это называется ката, если по-русски сказать, это просто формальный, формальный комплекс последовательности действий. Все. упражнение Вот мы сделали такие упражнения. Следующее мы немножко должны делать это упражнение абсолютно мягко, потому что все упражнения в боевых искусствах выполняются так же, шейным отделом, руками, плечами, влево, вправо. Эти упражнения влияют на лимфатическую систему, что является одной из важных составляющих вообще всего здорового организма. Такие круговые. То есть опять мы видим, что вот в этих последовательности действий как бы прослеживается как называемый японское слово ката. То есть одно упражнение выходит в другую, выходит в третью и четвертую. Хорошо. Вот мы размялись. Теперь мы берем немножко вращение. то есть у нас есть одно упражнение. Три раза опускаем сюда. Три раза в трюк. То есть опять мы развиваем все двигательные способности тела, которые мы потом будем применять во всех наших упражнениях. Там джудо, каратэ, санго. Хорошо. И переходим на колени. раз-два-три 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 еще раз можно трюк. То есть в принципе по три раза в одну сторону три раза в другую и таких три круга этого достаточно чтобы расширить наш организм и подготовить его к выполнению упражнений. Вот. В принципе мы первичный такой степень сделали. Теперь мы приступим в другую я сейчас покажу один комплекс упражнений взятый из классического варианта техник каратэ но это и используется примительно ко всем разделам видов боевых искусств. Упражнение простое. Мы сейчас посмотрим потом попробуем его сделать. Значит вот такая позиция стандартная легкая спокойная произвольная стойка и мы делаем так правая рука вверх левая здесь левая здесь правая рука сюда уходит левая правая рука сюда уходит левая сюда уходит правая рука сюда уходит левая сюда уходит правая рука сюда уходит левая сюда возвращаемся назад сюда сюда идет обратная последовательность и мы возвращаемся в исход это ката, то есть последовательность действий ну давайте попробуем то есть это и есть, мы подводим наш организм максимальную способность делаем легкий, то есть верхний уровень средний уровень, наружу внутрь нижний уровень наружу нижний уровень внутрь теперь мы возвращаем наверх нижний уровень наружу нижний уровень внутрь нижний уровень наружу и верхний уровень лево-право что мы таким образом сделали? мы воздействуем, так сказать, на наш организм если мы немножко сейчас окунемся в анатомию человека это состоит из мышц, мяса, кости и важная очень составляющая это кровеносная система то есть вен, артерии и системы лимфатические лимфатическая система за все наши внутренние органы отвечает как они работают, выводят вредные вещества и т.д. и т.п. чтобы заставить лимфатическую систему течь по нашему организму нужно усилить, то есть мышцы должны сокращаться а не давить на лимфатическую систему и тогда начать лекции что мы сделали? есть лимфатические узлы в нашем теле самые крупные и важные они находятся в местах сочленения суставов то есть это пестевые, моктевые, подмышечные, подчелюстные, шейные, грудные это где диафрагма здесь находится дальше распаховые, подколенные и глубости голеностопа что мы делаем этими упражнениями? мы как раз таки воздействуем на лимфатическую мы заставляем мышцы сокращаться таким образом и воздействуем на хорошую кровь плюс то же самое касается и генозной, да? то есть кровеносной системы мы заставляем мышцы сокращаться, они давят на вены вены возвращают кровь к сердцу это мышцы плечевого пояса здесь мы работаем как раз таки и с мышцами плечевого пояса заставляем кровь давить есть еще большое кровообращение значит, есть самые важные мышцы это мышцы ног соответственно, мы должны заставить их работать для того, чтобы кровь спокойно пришла к сердцу и тогда сердцу, значит, соответственно у нас идет хорошее обогащение, кислород и мы чувствуем себя максимально хорошо еще раз мы говорим о здоровье сбережения о том, что в любом случае фундаментально здоровье это фундамент всего то есть если мы больные, то нам надо сначала привести в порядок свое здоровье и после думать уже о том, можем ли мы вырваться вперед ну давайте еще раз этот комплекс упражнений сделать для того, чтобы у вас он как бы на уровне запоминаемых всегда был то есть у нас нейронные связи образовались, да? что важно, потому что здесь мы делаем именно взаимодействие верхний, да? левый, правый дальше у нас идет наружный средний уровень дальше внутренний средний уровень наружный, наружный, нижний уровень внутренний, нижний уровень внутренний, средний наружный, средний наружный, средний что это упражнение еще дает? помимо того, что мы воздействуем на кровеносную лимфатическую систему это упражнение дает на координацию движений боевое искусство вообще вся наша двигательная деятельность человека она связана с большим количеством координационных действий то есть мы постепенно со временем учимся взаимодействовать в метро, в автобусе то есть мы все вот это движение то есть мы здесь координируем все свои действия в принципе упражнение легкое но в то же время оно и тяжелое если мы берем детский возраст когда мы должны внимание акцентировать на том, что мы даже сохранить уже имеющиеся у ребенка здоровье вообще у любого ученика, который приходит мы должны его здоровье сохранить как сказал нам преподаватель когда я учился в институте физкультуры немножко отлетения, но это важно я учился в Царевке и один из моих преподавателей был профессор Иван Гминович Свящев и он как-то задал нам вопрос мы все сидели в лекции и он сказал, что самое важное для тренера ну мы как молодые специалисты такие боевые мы все как воспитать чемпиона но нам всем двойки поставили ну как так Иван Дмитриевич, мы же здесь нас как вот он говорит, самое важное для тренера сохранить здоровье у человека и мы все любые сегодня, спустя сколько лет я вот недавно опять встречался с еще, был уже достаточно пожилой человек вот и я все время вспоминаю эти слова то есть это как раз и есть фундаментальная основа всего и таким образом мы вот способствуем во-первых, заучивание этих движений дает возможность для работы мозга немаловажно, да? координации действий лимфатическая и кровеносная система и дальше мы можем уже накладывать на этот фундамент различные технические приемы выбранные специализации если я выбираю дзюдо 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 и плюс просто как так называемая подготовка тела к основной части урока введение основной части урока и заминка так называемая восстановительная программа то есть если в начале разминки я могу делать один темп в основной части урока я могу эту технику парно выполнять допустим в более сильном темпе а в заминке я могу эти выполнения упражнения выполнять уже как для рекреационно-восстановительных процессов понимаете? и мы получается что имеем в виду что мы все процессы тренировки мы не выходим из искусства то есть как проходят процессы обычно тренировочные мы провели тренировку и у нас начинается рекреационные так сказать восстановительные мероприятия прогулка ванны массаж это хорошо а представьте мы предлагаем использовать те же боевые искусства и у них есть эти технологии когда мы боевые искусства применяем то есть еще технику применяем для восстановительных процессов организма и насколько тогда мы можем продвигаться вперед как военно-прикладном если мы занимаемся непосредственно нашей специализацией там не знаю военный полицейский или там пожарный ну все с этим связано как спортивно соревновать ну если мы спорт там берем да так и геногигиеническом лечебном плане школы школы это что имеете только физкультура а элементарный лог физкультуры кстати Артем я хотел тоже вот сказать то есть сегодня идет тенденция значит так называемая есть дзюдо в школах санба в школах но я прочитав программы увидел что эта идея хорошая и кстати когда я учился в школе да я помню еще там не знаю в конце 80-х годов у нас в программе было так называемые уроки уроки санба я помню еще в московской школе я учился уроки санба что нам давали нам давали умение а так как все знали что я занимаюсь вы говорили проведи занятия то есть санба училия не могли произойти что я делал ну я понимал что допустим делать бросок какой-то ну не всем это возможно разные люди да в классе и многим это не интересно но дать элементарные навыки и есть еще такой термин называется педагогическая технология педагогическая технология должна быть воспроизводима в любых условиях любыми людьми то есть что имеется в виду вот эта педагогическая технология направлении восissements будет воспроизводима всеми категориями занимающихся абсолютно педагогическая технология соревновательных дет vividностей она не всем подходит есть ограничение педагогическая технология военно-препробную действительности тоже не всем подходит есть ограничение поэтому мы должны говорить о том что если мы говорим именно о педагогической технологии значит что она должна быть воспроизводимой, независимо от того, кто стоит. Вот здесь стоит, допустим, военный, стоит спортсмен высшей категории. Полицейский. Полицейский, да? Ну, допустим, полицейский, спортсмен высшей категории. Просто учитель, ученик школы. И там человек определить, определить, определить здоровье. Неудачный. Ну, а почему? Я хочу сказать, что так и есть. Что это получается? В процессе спортивно-соревновательной деятельности человек может и очень много людей получают, так называемые, побочные явления. То есть травма. Что происходит дальше? Люди начинают оставлять это искусство. Потому что у них в сознании такое, это искусство мне навредило. И они не могут понять, как это искусство можно использовать в обратном порядке. Как оно теперь может меня восстановить? И мы об этом говорим. Как это искусство, которое меня разобрало по частям, теперь может меня восстановить? Ну, как бы опять по частям. И я давно использую его в своем эфирном режиме. Понимаете? Ну, я в школе вот использую все, что и тренировки. Ну, я познакомлюсь с тренировками. Само то, что в каждом день есть водитель. Ну, смотрите, что как-то немножечко, чтобы они играли. И эти игры используют в школе вот на уроках. Потому что вот эти уроки, это вот из игр, которые в борьбе, они очень вот там вот хорошо использованы. То есть в школе. Безусловно. Значит, основное, смотрите, мы о чем говорим? Что есть такое понятие, как спорт. Спорт, если мы возьмем в глобальном масштабе, это, ну, перевод слова, если изначально его. И технология перевода. Это игра. Игра, что это такое игра? Игра, это эмоциональный подъем. Что в нашей жизни? Да, в нашей жизни игра. То есть эмоциональный подъем. Мы всегда что любим делать? Играть. Играть, это повышает эндорфин, да? То есть мы витамин радости так называем. Мы рады, и значит у нас психоэмоциональный подъем. Мы готовы идти на это занятие, где мы получаем удовольствие. Не всегда военно-прикладное направление дает удовольствие. Не всегда спортивно-соревновательное направление дает удовольствие. Понимаете? И поэтому мы говорим, что когда игра, мы берем, допустим, детское направление. Почему? Вот я, допустим, в том, что в детстве все занятия с детьми должны быть в игровой, высокоэмоциональной форме. Чтоб они пришли, сохранив здоровье, и ушли эмоциональным подъемом. И когда приходит момент, и вот мы сегодня затронули вопрос, вот Сэм Маленький сказал о моем, один из моих учителей, это Илья Владимирович Ципурский, известный деятель самбо и так далее, и науки. Он пришел в самбо в возрасте 18 лет. В группу известного учителя, в этом году, кстати, исполняется, исполнилось бы 100 лет Евгения Михайловича Чумаков, вы, наверное, многие слышали, 100 уроков самбо, известная книга его. Он пришел в его группу 18 лет. Таких ребят еще 14 человек пришло. И вот это так называемый рекорд Чумакова. То есть он сделал 18 лет, представляете? Сегодня 18 лет уже заканчивают занятия. То есть уже все. То есть если... Мы, кстати, были, поехали в Россию, поехали, и мы разговаривали... В Туапсе были, и мы разговаривали с известной школой туапсинских, там, Трамалет Намучев, вы знаете, там, Михаил Игольников, один из его учеников и так далее. Есть еще там его дети. И мы спрашивали, не форсируете ли вы, так сказать, не перепрыгаете ли вы этапы физиологического развития ребенка? Не форсируете ли вы подготовку? Так сказать, переступая ступеньки. Такое делать нельзя в педагогическом процессе. На что нам нужно? Он, я сказал, говорит, ну у нас такая тут обстановка. Если он к 15 годам в сборную не попал, он не остается в этом. Понимаете? То есть что получается? Я не забочусь о том, чтобы привить физическую культуру, как боевое искусство, как средство физической культуры. А я думаю только о том, как бы подвести его, засунуть его в сборную на нособеспечение. Результат. Да, на результат. Вы знаете, если он не попадает, а может он по разной причине. Я форсировал нагрузки. Он получал травмы. Даже если он был перспективный, но он получил травмы, которые не позволили его попасть в больную. Он болеет. Он уходит, а мы задумываемся о том, почему он не приходит, а как поставить его здоровье через это искусство. Поэтому, когда мой учитель Илья Цепурский говорит, я в 18 лет пришел. В 18 лет он пришел, до этого я говорю, что вы делали? Он говорит, до этого волейбол. Вот все игровые виды спорта, что они делают? Они максимально развивают тоже человека. Координация, ловкость, коммуникальность, все движение. Дальше он пришел в 18 лет, через два года он стал призером чемпионата Советского Союза по самому. Два года. На третий год он стал еще призером, на четвертый он стал чемпионом СССР. Потом еще раз чемпионом СССР, вошел в Олимпийскую первую сборную. Готовился к Олимпиаду в Токио. Потом еще раз и так далее чемпионом Европы стал. Вот показатель. И дальше, и дальше, и дальше. Мы говорим о том, что придя в искусство, мы несем его на конца, как бы, свое время. Поэтому давайте мы завершим вот это вот упражнение для того, чтобы мы... Я просто как бы опять... Это не факт, что вот именно это можно делать. То есть мы как бы просто поверхностно говорим. Да, поверхностно говорим, да? Так, мы берем весь арсенал приводов искусства. Разделяем на части и предлагаем. Так, ни, са, си, го, рок, си, пать, ку, дю, ич. Наверх пошли. Ми, са, си, го, рок, си, ари. И у меня просто сейчас для того, чтобы мы немножко поработали с сознанием, да? Нашим интеллектом. Подумайте, как это можно, так как вы все занимаетесь, я так понял, или дюдо, или самбо. То есть есть парный интеллект. Подумайте, как вот эти вот упражнения, просто для себя, да? Применительны в парах. Вот можете встать парами и подумайте, как это упражнение... Где в нашем большом разнообразии технического сигнала могут быть применительны эти упражнения? Ну, кто уже подумал, можете показать. Тут, да, подзахватывается. Ну, вот, пожалуйста, не уйти. У нас же когда человек берет заплаты. Ладно. Я хочу, просто покажу. Мы, в смысле, об этом сейчас говорили. А я хочу, кто? Ну, просто покажите. Нет, ну, я знаю, по какому пары, если... Нет. Мы говорим о том, что... Давайте так. Наша специализация сегодня, это дюдо. Ну, дюдо так же, вот верхний захват берут. И вот сюда вот. Перехватываешь, захватываешь. Здесь? Здесь перехватываешь, а парк здесь уже берут. И еще по моменту, по закону Ревы, это, пожалуйста, сюда перейдут. Сюда эти моменты крутящие, дальше выполняют. Да. То есть, опять-таки, это фундамент для того. Все, по-другому, не имеются в своих дел, чтобы как бы это... А вот, где-то не приходится раз в другой. То есть. В чем принципы? Вместе с ним, конечно, это случается. Зигарка, как бы я, как бы, мне, допустим, тоже помогалось, тоже занимался, и какие-то крутящие моменты не помогали. То есть, человеку не было времени, только меня так, я просто отошел, а вот попался просто. То есть, атаковая, атаковая, Или я двигался, или я знал, что, что он не делает, просто очень планированная. То есть, поэтому, как бы, здесь, в таком моменте, что он в суду, надо очень хорошо преследить. Скажем, по времени, я не готовил, как в величину, там, в школу, я собираю, ну, в спорт, да, вот здесь, я буду, раз, два, раз, два, раз, два, то есть. Иначе, когда я занимаюсь физикой, то вот, ну, все, ну, скажем. Да. Вот мы взяли самый элементарный, простивший, комплекс последовательности действий, и мы понимаем, что довести этот комплекс до таких нейронных связей, что это будет делать уже, да, на автомате, это, а, способствует для специализации и улучшения для качества, допустим, военно-прекламного спортивного соревновательного, но немаловажно это, это сохраняет здоровье, восстанавливает его в случае необходимости, и так далее. Ну, перелет, это, ну, иногда, там бывает, потому что, где-то, 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 ну, как-то даже комплекс в руку готов, да, пожалуйста, простой, да, когда ты с Сашей становишься, у нас здоровья такого нет, только в юности есть, поэтому, как-то, там начинают и вот, как-то, гимнастик может, просто, элементарно, мне кажется, для зрелых людей, готовы взять, выучить комплекс и, да, поэтому мы об этом и говорим, те же упражнения, как можно просто быстро, вкратце покажу, как мы используем парно, то есть, опять-таки, мы говорим о парном взаимодействии, это что значит, если мы говорим, мы берем опять договорящие, что мы взяли два отворота, дальше мы договорим, мы пойдем, есть направление движения руки сверху, есть направление движения руки сбоку, среднего икста правильное движение руки в нижнюю, и я прошу, пожалуйста, вверх, раз, средний, два, нижний, три, я выполняю, это, опять, формальный комплекс, раз, там же пара, два, три, дальше, я прошу так, как мы делали наружные, есть еще внутренние, то есть, я здесь сел, дальше, я делаю внутреннюю, и так же делаешь, что делаешь, раз, то есть, опять, я уже внутреннюю, да, вот у меня движение, раз, и дальше, то же самое движение, если здесь, раз, я тоже, то есть, и мы уже работаем, дальше, мы включаем передвижение, можно двигатель, то есть, мы уже двигаемся, и то же самое, раз, два, три, я работаю, дальше, не только блоки, да, как мы говорили, а уже блок, захват, блок, захват, блок, захват, то есть, мы уже дополняем, если подходить с таким, понятно, что для этого требуется время, к сожалению, сегодняшняя тенденция, опять, по нашему опыту, поездки по городам России, по кругам, нам говорят так, все прекрасно, а у нас через неделю, пенисты области, пенисты города, пенисты края, нам нужен результат, спортивные соревнования, мы понимаем этого заботчинства, но мы говорим о том, что если мы будем опять форсировать, то есть, ребенок не может родиться, перескочить, внутриутробно, первая неделя, а потом восьмая, или он не может родиться раньше времени, то есть, мы понимаем, что если ребенок рождается на двадцатой неделе, он недоношен, у него есть неразвитие, и как выражение, внутренняя не рождается, это же самое, да, и, есть такое понятие, своевременность, то есть, все должно быть своевременность, и, пока не в нашем случае, я должен сейчас передать вид Вашим. Вашим, 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 обязательно передай слово. Пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы просто в последовательности вам обретено, еще быть в словах, показать всем известным саммитным упражнением, ну, вообще для борцов упражнения, казалось бы, элементарно, тоже на уровне простого ката, который Когда мы в разминочном процессе разминаемся, мы делаем такое известное для всех партнерах, это зашайка. То есть мы делаем данные, в браках которого происходит работа, когда коллеги спецназа разминаются, потому что мы кординируем свои действия. Все уже должны только это упражнение. Ну, здесь я просто сейчас... Продолжение. Продолжение. Это как бы и детство. В общем-то, с точки зрения оздоровительного эффекта, о чем говорил Иван Макич, оно также, безусловно, связано с лимфатической системой. Просто сегментарная разминка кровяного со системой. Вот. Ну, и мы, естественно, люди связаны со своими искусствами. Можем применить одно упражнение для такого болевого приема на ногу, как ущемление коленного сустава. Вот, по нашим награми, дальше должен был Владислав Александрович показывать комплекс Айкидо, где есть определенное упражнение. Он вам покажет. А я уже, как я говорю, знаю, должен был соединить. Ром, если ты позволишь. Ну, у нас не надо. Да, да. Ну, ничего страшного даже. У нас надо на боевых сделать. Мы в нормальной обстановке. Вот есть такое упражнение, вы, наверное, слышали, как канарейка. Да. Канарейка, да. И оно достаточно эффективно. И часто, в процессе преподавания, в рейкерской леписе показывают канарейку именно, когда эта нога прошла выше внутри. Здесь же, вот мы пытаемся, скажем так, не придумать что-то новое, а просто, да, скажем так, наглядно показать связь между элементарными разминочными упражнениями и боевым искусством. В частности, самбо. Вот адаптировали некоторые движения в том, чтобы сделать канарейку, ну, с внешней стороны. Это, я добавлю, это та же последовательность действий. То есть мы, для того, чтобы лучше минеральные слизи были, нам надо вот эти последовательности действий четко определить для сознания. Не просто так. То есть ты сюда вот так и оторвал ногу. Ну, понятно, что оторвать ногу все мы можем. А сделать так, чтобы это, это воздействие было с точки зрения, опять-таки, в степенности гигиеническое. То есть сохранить здоровье профилактически. Это, значит, не допустить заболеваний. И дальше уже, соответственно, избранного направления или военно-прикладного, или спортивно-национального использования. Да? Или, там, в лечебных целях. Еще допомним, есть такое понятие вообще-то этим массажем. Я называю вот эти все конкурсы упражнений тоже массажем. То есть есть массаж самостоятельный, да, вот этим действием. Есть пара. Вот сейчас Александр Шамеевич мне сделает массаж, так называемое, есть такое действие массажем. Выжимание или движение. То есть поглаживание, разминание, выжимание, движение. Вот сейчас Александр Шамеевич, с помощью комплекса формальных последовательных действий, покажет выжимание на экроноженную мышцу, колено, сустав. И где-то даже идет воздействие на гайностопы. Если рамки руческие тебе понравятся, ты тогда разрешишься показать тебе массаж еще в солнечном смете. Да, мы еще можем покажем, если вы не утомитесь от нашего безобразия. Безусловно, это всем, наверное, известно. Но, тем не менее, мы именно в рамках, о чем я говорил, тренировочного процесса и более широкого круга, вот именно ущемления. То есть мы начинаем с приветствия. Да. Во всех происходах разные приветствия. Где-то потом, ну, конкретно, вид единоборств, не будем суть самбо, приветствия идет с уважаемым. Таким образом, мы переверим энергию. Мы так это представляем с точки зрения гигиены, да? И дальше идет, мы в большинство. Ну, мы в большинство. Да, да, да. Значит, первое, что делается, это не обстоятельство, это движение. Первое движение. Мы как бы из того, что Ката показывал Рома, сделаем защиту. То есть принцип защиты переходит на падение. Дальше то, что должен был показать Владу, это мы переходим на атаку, да? И здесь я ногу поднимаю для того, чтобы у него больше рычаг и больше давления. Роман Георгиевич, попадав в защиту, начинает в эту ногу, уже переходить в нападение для того, чтобы, например, лети с луком на колено. Я здесь вижу, что он нападает, перехожу на атаку и завершаю это самое движение на то, чтобы, насколько так, канарей построить. То есть меняю направление внизу. Делаю вот это движение. Держать. Держать. И замягчивать. Здесь есть форма типичной ошибки. Держать. Сделать все сюда. И тем самым, как бы, дальше будет атака марино. И так далее. Вот здесь или борьба, или если не дай бог, руку сюда. Да, в любой. Вот. То есть здесь уже как бы менее уходящей позиции. Поэтому предлагается именно в преподавательской деятельности завершать знакомый корпус, как и противоположный ноги. Для того, чтобы на этом развитие вот этого череды защиты нападения, нападения защиты, чтобы оно закончилось. Да? Нужно еще раз. Ну опять, последовательность действий, оно должно быть обязательно. Без этого вот этот комплекс, он не работает. Да. 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 Сюда. Да. Ну и можно еще другую сторону. Соответственно, здесь и можно менять руки. Да. Это как методическое действие в борьбе. Это просто как медицина, да? Нет. На самом деле получается нет противоречий. Противоречий. Например, я в своей уже соревновательной практике много лет прошел, но тем не менее эти приемы они друг другу не противоречивают. Вот в моем возрасте, допустим, сейчас или в детском возрасте это как тренировочный процесс и как некая медицинская там, да? Аспект. Единический аспект, да. Но, включая его в процесс тренировочный, ребята, которые идут, например, по направлению соревновательной деятельности, они получают как бы эффективный инструмент победы в том числе соревнованиях. То есть нет противоречий. Просто разные цели у разных людей. Но как же делать? Мне кажется, они не будут. Нет. Здесь, условно говоря, отзывы от... Ну, например, если про это... Все равно блок, все равно блок. И я ухожу с ними на атаке, допустим. То есть, может быть, не в таком аспекте, потому что я хотел соединить, здесь опять же повторяюсь, движение табла в той или иной степени, да? Что здесь основной принцип, что блок есть в предыдущем году, да? Дальше, соответственно, уход с линии обратной, с неким круговым движением. И дальше, соответственно, некая адаптация канарейки к этой ситуации. То есть через первую последовательность мы придем к болевому приему, либо через другую мы придем к болевому приему, на котором заканчивается у него максимальная победа. Вот, то есть чистая победа, болевой брюч и бинет. Ну, как вы уже сказали, говорили, все это это основа. Да. То есть, ну, приоритет, в чем как бы наша идея, в том, что, как база для обучения, для более широкого круга. Потому что все, наверное, кто прошел спортивный путь, там, допустим, я жив в Астрахани, у меня на тренировку со мной вся моя школа сходила. Кто-то одну тренировку, кто-то месяц, кто-то год, кто-то два, и я остался, допустим, один. И так же пол города в Астрахани. Все меня знали в свое время, да? И так же они прошли тренировочный процесс в секции. Но осталось бы так, что я один, двое-трое максимум человек, которые дальше пошли соревноваться в сборную России, там, выступали на области даже. А если, например, мы бы тренировочный процесс построили с акцентом более на гигиенический аспект, то есть я предполагаю, что занятие спортом в более продолжительном варианте для большего количества людей нам было бы полезным. То есть я остался, допустим, один, да, какой-то, как идет селекция на соревновательный процесс, да? Я всю жизнь, допустим, называл себя, что я борелся, когда я не знал, что я дезутол сам, ну, там, имеете в виду, в детской садике, в первом классе, я борелся. Почему? Просто ходил себе в барок. А почему ты будешь, я борелся? А каким вы спортом кто-то не взорвался в спор, да, какой вице, кто-то, какой в бойбек, я бы не ответил. И волю судеб меня просто привели к знакомым тренировку по самому. И я, как бы, пошел развиваться в традициях сам. Вот если бы, например, опять же, более широкое в тренировочном процессе был бы, как бы, захват аудитории, да, то бы, например, самбистов и дзюдоистов был бы, например, не 1% из школьников, да, а был бы, например, 10, 15, 20%. То есть, как бы, боевое искусство, по нашему мнению, что оно отвечает большему, более широкому запросу людей. Но тренировочный процесс построил так, как и в любом виде спорта, да, в футболе и так далее, что выбирают сливки, которые адаптированы к этому спорту, да, в баскетболе, в высоких парней, да, в самбо, там, ну, условно, как я не знаю, как это называется, в самбо, в баскетболе... Они подходят для более широкого круга, ну, детей, людей. Ну, я так правильно понимаю, что если у кого-то не получается, то у соревновательной деятельности, его заинтересуют вот эти вотражения, то и он останется, да? Да, да, да. Если он не станет чемпионом мира, но он будет так же эффективно делать, как чемпион мира это все, и ему будет интересно, он будет на одной волне. Я еще, может, я еще добавлю, все-таки вот эта тенденция, о которой вы говорите, мы хотим акцентировать внимание на фундаментальной, функциональной направленности воевых искусств, как в средствах человеческой культуры. Фундаментальная это гигиеническая направленность. Это гигиена, это наука о сохранении здоровья и профилактике заболеваний. Вот. Если мы не будем говорить об этом как фундаменте всего, то нет смысла нам говорить о всем другом. Понимаете? То есть, получается, эти все окружения, которые мы делаем сейчас, это база. Это база. То есть, мы вас изучили, мерили, мерили, мерили энергию. Мы почувствовали немного, да? Такое некое взаимодействие. Взаимодействие, да. Дальше, с нашим базом я делаю гимнастику. Я поднимаюсь 20 раз вот так. Смотрите, какой у меня гимнастический эффект, экономический идет. На. Что? Мышцы четырех лапах, двук лапах, икроножный, все. Они начинают двигать профиль. Потому что если здесь нет движения, сердце не работает. Сердце и механизм. Я отношу их функциональю. Я только как. Начинают движение выше, дальше я направлю движение, да? Все. Мой партнер, я могу так сделать 20 раз. Мой партнер вот это тоже будет делать. Внутренний блок направленный. Дальше, он должен моторику пальцев. То есть, что он принял в дерева. Это все нарабатывается на нейронной связи. Дальше. Если это не наработать, а просто сказать, так. Значит, ребята, ну как? На тренировке у нас. Да. То есть, я пришел, когда мы сошли к нам, да? Да. Значит так, все. Ты берешь закладку, он делал. Давай, берем закладку. Все. И он начинает. Я не подготовлен, я не знаю мои действия. Он не линит. И он начал делать, я, а-а-а-а. У меня обрывалось хрящик. Почему? Потому что мне 10 лет. У меня в этот период от 10 до 12 лет идет активное развитие всех связок. Мягкие они все. Вероятность получения травм, я вам хочу сказать, 90%. И что получается? он, потому что тренер показал, и он делает это, у меня отрывается все, я никогда больше не приходил делать ну, 90% не приходит, ни при то, ни в самом никуда мы травмировали человеку, психическую травму всего лично нанесли какое? то вы что, о чем говорите, я не хочу знать а если не бывает, что вы это делаете? все, одна раз сюда, два давай проработали все, последовательность, я включил массаж последовательность действий, все, нейронные связи наложили тогда, в случае, если я потом, как я говорил, мой учитель, да к 17 годам, когда завершается формирование всех внутренних органов в систему, мы готовим мы имеем созревший плод здоровый физический психологический интеллектуальный нам остается четырехлетний цикл подготовки и в 21 год это спасмен высшего еще урона спортивно-совердовательной деятельности или военный препятствий он идет в армию связываясь с армией военный препятствий или просто человек абсолютно здоровый который приносит, как говорил Канн в пользу обществу там, в своей стране он здоровый, вот атаку участия да, вот мы о чем говорим то есть любой прием был атаку обрабатывание абсолютно любой прием опять-таки берем возраст есть четкие распределения возрастных особенностей развития физиологического ребенка как я говорил мы были в процессе и как это не смеет для меня не горестно да, вот эта тенденция которую мне сказал Иван Дмитриевич Священ что главное для тренера все подняли руку и воскатать чемпионом чемпионом мира он сказал всем два сохранить здоровье я как педагог ведущий своего ученика наверх я не могу себе позволить этической этической моральной угробить здоровье моего ученика он пришел и мне за мной я просто катастрофа для меня будет если он и боль другое дело когда я его развил и настал момент 18 лет он говорит учитель я благодарен вам за то что вы сделали из меня гармонию посмотрите я здоровый я могу горно все равно я хочу идти по пути спортивных соревнований я хотел бы добавить еще некий живой свидетель как бы неправильных акцентов спорта получается что в 21 год я закончил бороться полностью весь стран мир да я выиграл все что можно было до 21 года юношей молодежь студентов один два раза бороться бороться достаточно успешно как бы на чемпионате россии по мужчинам но уже полностью больным человеком и когда передо мной встала проблема не проблема а задача выбора проблема выбора куда идти спортом заниматься достаточно много времени для этого каждый день либо профессии то я как бы шарапался в полной профессии то есть максимально снизив свою активность в том чем я занимался всю жизнь да потому что что я видел я видел полностью формы связки на коленях там тройной изгиб в поясничном отделе разорванное здесь все перебитые пальцы там и так далее я выбирал думаю а что мне может предложить единоборство так же продолжать себя гробить когда это закончится либо же как любой человек выбирает профессию в жизни или меня шарапнул в другую сторону то есть мне как бы самбо не предложило варианта восстановления моего здоровья вообще никакого то есть я там плакаться долго не буду но будучи там в школе олимпийского резерва получая какие-то деньги пускай не символические но тем не менее перестав выступать на соревнованиях меня сразу отовсюду вычеркнули как прокажен то есть я пять лет пять лет был в сборной России во всех и перестав по составу здоровья борьбавшись на чемпионате России по студентам борьбшись на чемпионате мира у студентов выигрывали приехав в соревнование пропустив следующий сезон меня вычеркнули и перестали как бы меня считать в своей культуре я считаю необходимым я изучил что Роман Георгиевич предлагает и принял это потому что я увидел как бы моя жизнь была так же и я увидел что нету альтернатив и я не могу развиваться то есть это мне не нужно то есть что ты решил зачем а если тренировочный процесс поступил для более широкого круга сразу на уровне цели то получается что оздоровительный эффект по отношению к людям в нашей стране он намного выше то есть я со своим опытом могу например и даже для соревновательных людей которые молодежь ставится задача будучи просто на ковре занимаясь чем-то могут очень уроки а я шарахнулся в другую сторону и пропал на десятки лет почему потому что я не видел себя меня как бы не ждали потому что я все в соревнованиях не участвовал по причине той или иной граммы и поэтому мы говорим о том что отсутствие нашей традиции что дзюдо что само именно ориентиры на като говорит о том что мы просто лишаем и себя и других людей возможностей более массово заниматься единоборством вот идея если такая вообще но я хотел бы сейчас меньше слов давайте попробуем этот вариант давайте еще раз покажем но опять мы говорим о том что вы смотрите мозг запоминает визуально что вы на них пробуете это опять работа сознанием я буду комментировать то есть мы познакомились здесь справа здесь в данном случае здесь справа в данном случае ну ну неважно здесь все хорошо я делаю лоб условно захват дальше атака брюча лоб ровно вот здесь делает уход сюда потому что он там прячет голову и переходит в атаку моего коленного сустава да то есть вот здесь если портнешься дальше ну зато это меньше но здесь на коленах на коленах особенно в средней полосе нижегородской школы кустовской школы они как бы очень доки ну раньше когда я выступал как бы меньше было в других областях сейчас это приняли больше кустовской нижегородской вот они болевых на ноги действительно были профессионалы и даже вот был такой борец он старше меня но я видел лобовок внешне неприятно смотреть то есть настолько как бы гиперболизированный подход только в ноги что неприятно внешне смотреть в отличие от зудо где прямая стойка внешне взрывные действия за что ценится зудо за некий такой ритуализм за взрывную характер более динамичная самбо самбо считается более текучей текучий вид спорта менее как бы внешне приемлемый и здесь безусловно разный общество является такая вот этот борец который лез постоянно на этот рычаг колено он еще больше дискорректировал самбо хотя эффективность колоссальная то есть борясь все закончили эффективность колоссальная но внешне он как бы был представителем перегиба в сторону ног вот вот делаем чтоб ребята тут то есть дальше уходим с линии атаки перехватываю и делаем рычаг в шахоте ровно болевой я меняю направление вот здесь вот есть обычные движения с точки зрения координации вот я вот нахожу здесь в ноги шахоте ты ушел туда и я что делаю я перехожу с одного направления на другое направление и делаю то мы начинаем с их на kick для того как у wicht это я versucht с по давайте попробуем я посмотрю здесь здесь ты потихонечку уходишь все правильно за шаги уехать у тебя нога не лежит перпендикулярно ты должен перпендикулярно и потихонечку вот здесь мы клонимся, чтобы он не выпрямился и потихонечку есть? не, ну да, потихонечку давай еще раз скажем блядь меня с вами не дали так все правильно все правильно все правильно здесь видишь чем более перпендикулярно ты делаешь, чем ниже к колену пропустишь, чем более болеют здесь опять с точки зрения вот здесь здесь нужно максимально коленом тянулся все здесь именно вот так ты должен расположить колено стремясь его вниз так ты стоишь а потом как-то здесь сюда здесь здесь на руку на руку как-то как-то переходишь потихонечку как-то колени колени не сильно не болят войдет войдет но с вами моя задача не дать развития действия войдет и перешинать поэтому нужно наклон вперед забрать правую ногу вот вот сделай и здесь уже колено видишь у меня нога услышали достаточно заблокировали да дальше вот разворачиваешь смотри посмотрите у вас колено ушло а вы должны перекрыть его колено вот получилось и чем более перпендикулярнее ваши подработанные удары тем будет достаточно чуть-чуть движения т.е. когда у вас вот так вам надо его лучше там сжать а если вы прям на этой схеме мы приотдаем посмотри можно поднимать посмотри я не могу это мы сейчас мы сейчас говорим о создании неровных связей головного который влияет на нашу жизнь т.е. мы говорим что это все боевые поэтому нужно реализовать и достаточно закончен но достаточно закончен поэтому здесь мы как бы контролируем вот он переходит ко мне туда я вижу сейчас он ходит в ножку что я делаю я держусь да т.е. я сам не плюхаю сюда вот я держусь и здесь блокирую т.е. мне достаточно даже нужно не не брать ее прям а моя задача вложить и на проявляться потом я и все равно если можно но не плюхаться назад иначе мы разобьемся и убьем и убьем и убьем человека а то это не да не да нет 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 мы о чем говорим о том о выборной специализации то есть когда человек приходит и он занимается в разделе как мы говорим в семнадцать лет То есть мы берем опять анатомию, физиологию развития ребенка. Что в сегодняшнем нашем понимании, как я вижу, упускается, если мы возьмем, есть этапы развития. Все. Это фундаментальность. Нельзя вытащить из утробы матери ребенка через три недели после зачатия. Это будет непонятно что. Нельзя пустить ребенка на соревнования через три недели после занятия. Нельзя. Ну да не, можно. Нет, 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 нет. Я готов. Можно. Можно. Можно пустить. Смотрите, не, не, не. Мы говорим о том же. Вы говорите о том, что мы берем. Здесь нет ребенка. Он пришел на занятия. Сейчас вообще тенденция такая. Пять, шесть, семь. Ребенок пришел. Да, вы говорите, он такой. Хорошо. Для него это не проблема. Но мы должны думать о чем? Как педагогин. О здоровье. Пускай не его. Мы-то видим, что он готов. А если он выходит, и мальчик выходит, который тренер не готов, тот его бросает, втыкает головой. У него происходит травма в шейных отделах позвоночника. Что мы получаем из этого? Мы получаем больного, избитого. И который человек говорит, а какое? Понимаете? То есть мы говорим о морали, которая сегодня, она или есть, или нет. Вот поэтому, что такое здорово-сберегающая технология? Это мораль, этика, понятие и так далее. Там уже одно вопрос. А с этих ребят же через неделю, могу бы говоря, признать федерации, спросят. Ну, через год. Ты что на тренировку-то ходишь? У тебя какие результаты-то? А значит, смотрите, я вам не заговорил. А он говорит, я занимаюсь муравительным. Мне кажется, все-таки нету противоречий. Почему? Например, когда я готовился к соревнованиям, у нас было, допустим, человек 10, более-менее действующих. И то у нас жаркое место, соревнование чемпионата первого мира, мы готовились в августе июле, и те времена в 19-е годы. У нас было мало денег, не ездили. И мне на тренировку ходило, там, человек 5, с кем я готовился к соревнованиям, на спальне 3-4-5 одних и тех же людей. Если на тренировку ходило более широких круг людей, допустим, которых мы не отогнали в детстве, вот этими древними, то получается, что мы даже в рамках соревнований, подготовках к соревнованиям, сколько бы людей получили пользу, сколько бы людей за счет спальзеров таких, то получили бы возможность на следующее усынование показать себя. А мы, как бы, с самого детства отогнали. Давайте там... Да, тут спокойно, пойдем... Да, мы еще не пойдем заканчиваться. Нет, если, конечно, вы не хотите, вы можете, как бы, сказать, но мы же в дискуссию ведем. Мы, в принципе, здесь рассуждаем. Я просто хочу сказать, что я занимаюсь здесь три тренинга, с институтом, с вами 20-60 лет, после того, что это все означает, и не тренинг, в силу того, что там взяты, еще все, как бы, которые, когда я не подошел, бойся, не поколзгул, что-то никого не нужно. Ну, и просто, что я не жалову, те пацанал, которые просто пошли пить, курить, все, они просто сломались, в этот момент, у меня, как бы, с этой же тяготело, я все знаю, кто-то дал, кто-то, кто-то дал, кто-то, кто-то дал, другой, кто-то дал, да, ладно, как пойдет, как пойдет. Многие, виси, да, виси, да, виси, виси, да, виси. Да, шарапан. И я считаю, что это вот, именно в основном, как мы займемся в году, то есть, это, прежде всего, да, спорт с носом, да, у нас требует, но он будет, не хочет, ну, когда, ну, и проявление, скажешь, что прежде всего, здоровье. Зачем это будет, ну, ну, знаете, если бы он приварит, потом и грамотная инвенация. Ну, акидов тоже. Согравей, господи. Ну, акидов. Я же, как-то, 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 ну, они-то живут. Вот смотрите, какая у нас психология. Мы все время говорим о соревнованиях. Мы говорим о комплексном подходе, что боевые искусства, они имеют много функциональностей. И, ну, основа это, опять гигиеническая. То есть, много функциональностей. То есть, опять-таки, когда мы можем говорить о много функциональности? Не когда человек не готов ни к чему, а когда человек подготовлен, имеет большой арсенал двигательных действий, максимально развитых, не только на физическом уровне, но и на интеллектуальном уровне, он понимает, что он делает, и также на, так называемом, духовно, это психологично-нравственно. То есть, он понимает, что он выкроет на татами, если он соревнуется. Он должен бороться по определенным правилам. Что такое рамболи? Вот. Что такое рамболи? Я опять говорю, для того, чтобы повысить свой уровень мастерства, необязательно выходить на соревнования. Можно просто выходить рамболи, и ты будешь так же себя чувствуешь, шлоповаться, значит. Ну, так же, или показать. ... 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 и продолжить его видение этого процесса через призму айкидона Давайте встанем, моро-моро-моро-моро туда можно говорить, можно просто пей только чай да, пока практика и мы просто прыгаем просто бег чай, ну, поймёшь прыгай, 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 прыгай дело на самом деле хорошо, хватит, пока остань теперь мы прыгаем, как мы можем вперёд нас прыгаем хорошо, хватит дальше шаг мы можем влево-вправо кресло вверх, занимаемся да хорошо, хватит влево-вправо может быть с влево-вправо влево-вправо но если мы прыгаем, как лыжи, когда у нас влево-вправо , влево-вправо 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 где-то вот очень Cyclone идите Затем лежит Ну, доходим уже дешевле Поехали Хорошо Сейчас упражнение не исполняется Если у вас в лице Своё и в лице Просто прогресс Крест наше тело И мы попрыгаем вверх в лице Вперёд назад, вверх вправо А потом, так как раздельно Мы врачи И если человек как раздельно Он может присасываться То есть, уже запоминали И следующий этап Ну Большая Примуста большого Так, просто Ну, соответственно, закончили И как закончили Что-то То есть, у меня Ну, если вы не добавили Басовую поджиму Нам обогреть на сцену А прием раздельно сносим Все, все хорошо Да, подкрыли, включили Смотрели, прошли Кроссов Ничего не вернулись Все еще То есть, если И для кроссов Тоже как Вы говорили И сейчас я хочу еще показать Ну, я не могу Или День На 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 Уже Т На 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 Ну, сейчас, мы прыгаем, мы прыгаем, у многих болеть скина. Почему болеть скина? Потому что пришел парень, да? Занимался. Ему дали болезнь у такого, и он поднимает собственный вес. Значит, он пришел в тренажерный зал, в игру, и ему дали так, что я пришел. В первый раз, мне дали шанс, можно сказать, килограмм, садок. И получается, что ты справишься, и, точнее, оно был его вес. Но, здесь оно не одно, а в борьбе, в общем, килограмм. Ты должен поднимать свой вес уже сразу, так, нацени свой вес. Поэтому спина, да? Мы ложимся, и такое упражнение. Сейчас, посмотрите. То есть, просто опять про принцип. Мы ноги влево-вправо. Ноги влево-вправо. Влево-вправо. Вот стопы как часики. Потому что, если нас прихватило, то мы вообще ничего делать не можем. Даже опускаться нахуй. Потом, если не здорово, то мы ставим пятку на носок. И у нас воздействие уже глубже. Опять влево-вправо. Влево-вправо. Почему так? Потому что много бросков делали за всю жизнь. И надо позвоночник перепроверить. И аккуратно-аккуратно. Вот в том, как можно. Дальше. Дальше. Мы сгибаем ногу и ставим стопу на колено. И опять. Влево-вправо. Аккуратно-аккуратно. В том ритме, в котором мы можем. Мы меняем ногу. Ставим. Отлично. И еще. Вот. Все наверное знают. Ноги поставим пошире. И колено к пятке. Скажем так точно. Ну раз. И с той же серией. Только чуть-чуть больше дорабатываем. Если мы будем опускать правое колено. То мы правую лопатку поднимаем. И позвоночник у нас еще больше скручивается. Ну то есть. Не просто бездумно марш. А сами его там проверяем. Как у вас. Ну в каком. Где напряжение. Оно бывает. В грудном, в поясничном. Там еще где. Хорошо. И следующее. У нас. Смотрите. Вот. Груда сама открывается. Вот. Если это показывает. То мы. И правую. Завернули. И вернули на правую. Мы. Раз. Завернули. И. Воздействие. Теперь оказывается. Более сильное. Молодцы. Любые ваши ноги. Одно. Да. Ну как. Вот. Загнули. Или правую за левую. Или левую за правую. Все. Зацепили. Вы видите, здорово. Хорошо. И, сейчас, еще одно. Еще одно бесцельное такое упражнение. Потому что мы сейчас на Корее не говорим, про река большая. Они очень сложные усадки. И эффективность вообще колоссальная. Это упражнение. Люди об этом рассказали. Ничего придумать нельзя. Оно делается вот так. То есть, ну, как бы, как стряхили. Если... Просто упражнение, да. Ну, пойдем. Для рефологической системы. Ну, я не знаю, как волнован будет. Вот сейчас спросим, как стряхили. А вот как мы будем ее расслаблены. Ну, сейчас пока не доступны, правильно? Аккуратно. Да, потом уже. Аккуратно. Хорошо. Сделаем. И теперь... Ах... Вот, сейчас спросим. Что мне, ну, как говорится, Ну, вот, пять камерей, да. Научите. И опыт мы так же. Если у нас заболели. Ну, помимо того, что мы разминаем. Ну, если мы его всегда так выделаем, то он у нас самостоятельно попробует. Ну, что, 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 значит, что такое. То есть, вместе с ним. Да, вместе с ним. Здесь нет никакой ошибки. Пусть, это говорит. Если вы, как-то, пришли сюда. И вам дали, опять, и вот здесь, создали акробатную ударку, но не разливаем его. То, ради него вот здесь. Здесь, чем мы больше думаем, все равно не облицаем. То есть, все бывает. Надо думать. Ну, что нам понравилось? Как показывать? Хорошо, да? Ну, так же. Вот что. Берем? Нет. Нет. Не берем, это хуже становится. Хуже. У меня, просто, я в логике ушатался. Я просто начал лапу держать. И вы, как-то, теперь этот скипп. Отлично. Тогда я вам все знали. Еще один понедельник. Вот так. Вот. Вот. Берем, что я не могу. Хорошо. Присоединяйтесь. У нас не будет. Да. Еще один. Еще один. Еще один. И мы ставим под сопротивление. И руки внизу. Средний. И вверх. Хорошо. Спасибо. Если вы просто справились с тем временем, то мы увидим. Майкопы, да? Везде. 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 Мы много часов боремся, отсуществляя захваты. Захваты. То есть, постоянно все по канаду лазят, тренируются. Но, как мы знаем, пиццы это не уже, а потом не до конца. И вот эти пальцы, если вы тоже как-то в примере, если вы посмотрите, то мы увидим. И вот так вот делаем. Всключенный пальцем. А я не могу нам вначале. И когда мы, одно же упражнение в противоположность, оно у нас возрасте. И так как все это сделаем. Здесь раскрываем. Расстягиваем. Здесь расстягиваем. Сюда. И свечем сюда. Вот, и пальцы. Опять, пальцы не так. Вот, чтобы посмотреть. А. И пальцы. Вот. Вот. Захват. Ага. Вот. Вот. Ну, вот, я сейчас не могу. А, вот, вот. Вот, вот. Здесь, на самом деле, кто бы за мной, кто он был. Вон, да. Что-нибудь, что-нибудь. Да, я хотел, что у Влада попросить, ну это важно, потому что, так сказать, ну немножко, извините, извините Влад за то, что вмешиваюсь, ну как мне придирижили. Мы сегодня хотим, потому что Влад показал, что чудесно, но что я хочу вам сделать? И это очень важно, как упражнения из того или иного вида боевого искусства используют в нашей повседневной практике, как и разминочные, и основная часть заминочных. Причем независимо от того, какой вид и специализации ты имеешь. Допустим, показал упражнен стратег, применительно и в сам, и в тюно, и в реке, и в уши, и в тезислайм, и в боксом, везде. И просто для меня. Так же и здесь, Владислав, я хочу, чтобы показал вам вот это очень упражнение, которое, помнишь, мы говорили, идет. Вот, помнишь, мы говорили, вот передвижение с большим. То есть, как упражнение из айкетона, вот можно применить в гигиеническом аспекте, лечебном и специализированном. Спортивно. Сейчас соревновательные мои преподаватели. Почему я улыбаюсь? Роман попросил показать самое красное упражнение, я только через 20 лет понял, что оно самое сложное. Из всего, то есть, когда... Нет, ты им скажи просто. Вот, знаешь, как вы думаете, это просто. То есть, самое время просто, боевое искусство, это должно быть просто. А не, это не сложно. Понятно, что чем дальше, в основном, тем больше мы практикуем, мы узнаем имидж. Вот, я держу. Вот, я держу. Я держу. Но мы подсадим. И в пятом моменте. Мы просто берем. Раз, два, три, ши, пять, шесть, семь, восемь. Я решу подсадить. Раз, два, три, ши, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Хорошо. Но, смотрите, если так или дальше будет воздействие, то мы, вот, пускай мы убираем, да, и у нас еще с усилением, я думаю, что делаем себе, потому что оно, вот, посмотрите, и детство одно тоже подсадится. Кто к нему я не находит, то я укрою на себя. Хорошо. Отлично. Теперь в двух. Да, все. Здесь мы сначала делили сладку. Водаль за вверх. Как? Ну, здесь, конечно, не водаль, всё. Разберем. Правой за правой можно, потому что, можно взводами. Левой за правой можно двумя, можно двумя, по шагам. Поэтому мы возьмем вот такую форму, скажем, сейчас. Отключите. И мы делаем вращение на руку, на руку, на руку. Просто, как сказать, вообще никакой у него есть. И мы делаем вращение большого, да? Вот так. И человек, когда я работаю, меня заняты. Но я вас подготовлю. Предыдущие вы делаете сейчас упражнение. В другую. Вот уже. Нет, просто. И так. Если я бы сделал выставку, ну разница в человеке. Ну реально разница. Потом он сам находит. Нет, приоритет. И он делает то же упражнение, только вместе с самым. Понятно, что он. Поэтому надо вращать человека. Здесь и сами. Давайте в полу. Вращем дальше, чтобы он не вращается. Не только разница маленькая, но и человек. Здесь запястье. Здесь... Здесь не длинный сорок. Если он мне не нравится, то да. Отдай здесь. Если совсем не нравится, то да. Если очень не нравится, то да. Отдай здесь. Вalition. Ну Вашу части. Это я не понимаю. Ваши приказы. Как раз. Вот. Вот здесь. Дайк раз. Почему вы меня поменяли? У меня просто так выбрать Вот Сейчас проверю Вот СОТ ПРОЦЕННЫЕ СИРЕНА ПОЧАЛИ Поехали ПОЕХА 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 Всё Спасибо ПОЕХА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да. Но если мы научим детей это делать, и если мы научим преподать такие неровные связи, и к 17 годам это он расширится, представляете, что символ какой-то. Да. Почему мы пытаемся говорить сам блок на эти зоны? И у нас два речи, два речи, два речи, два речи. Если мы возьмем блок, мы начнем с блоки. Она имеет три составляющие. Звёртая, шуткая, нагревательная. Поэтому, краткая, там, там. Это блоки звертые. Дзюйбок, уши, крылья, сам. А эти, тем больше, для спорта, у нас фонтологический. И, конечно, это не так. И поэтому, наверное, спор вообще не имеет значения. И если я уже сам, ну, скажем, он в принципе там занимался, боюсь, что уже не пошло. И, кажется, не старше. Потому что он был очень четвертый, и я принимаю диалог. Не, я не знаю, я не знаю. Только он не четвертый, просто дышит. Но, опять, мы очень говорим, что если вы просто вот так вот делаете, браться не можете. Ну, если мы так и плотно, то пойдем сам. Если мы пошли, то есть мы, как раз, ползу, повешиваем. Но есть один вид. Почему так надо решить? Потому что он не лез. И тогда какие лезти, получается? Спад на пол. Ну, мы можем сказать, не хочу так решить. Не хочу так решить. Человек. Ну, тогда это же принцип. Но мы не лезем и не думаем, что, ну, там, ну, в жизни убеждать, наверное, по чем-то. Истиныши. Здесь, как раз, ну, человек, ну, договорился. А человек, ну, не знаю, он в родной, да? Боже, что ж, какая ты, нравится? Так, мы заканчиваем. Я хочу. Да. Можно я что-то поразняю? Увидимся. Ты знаешь, что ты с ним не понимаешь? И ты сможешь, ты можно делать это. Что ты, давай, давай, показывай. Потому что я немножко с этой темой поставил. И вот. Вы, вот, ну, за ушел в туалет, я точно не помню. Да, да. Д 가ю это упражнение. Да. У меня есть кто, который, конечно, и физкультурой занимается сам иногда на Стреланде, потому что есть травма профессиональная. И мне упражнение понравилось. Вот я знаю и с Катая. Когда они на площадях собираются, они уже как пенсионеры собираются и они подзарядки ставят нормально, сушу и сушу. А потом посмотрим. Мне понравилось упражнение, получается у нас хорошо, чтобы тут все проработало, здесь и здесь. То есть, ножки пошире, получается я как-будто мелом и круглый суть большой. То есть, я начинаю отсюда. Махну на руку вставку. Иду туда. Потом поднимаюсь вверх. И вот. В раз вставку. Получается, я вставку 10 раз сюда. А потом вставку, если я начинал через низ, теперь вставку другой вверх. И другой вверх. Иванович Нахмин нет. У меня очень хорошо организация обладает. И Аминька и Востоков. И Клёвова, и Синица. И Викарика, наверное. Второе упражнение. Не понравится, как и спортсмену, но в то же время восстанавливается. Очень хорошо, может быть, пенсионер для ножичка. То есть, получается, я поставил левую руку вперед поставил, руку правой. И вот у меня, получается, с этой стороны я в левую руку вверх, а когда туда, я в левую руку в левую руку в левую руку в левую руку в левую руку. А теперь, ну, смотри. Вот, я сначала подразумеваю. Я сначала подразумеваю уже так. А теперь в левую руку в левую руку в левую руку. У меня такой ключ по смартфонам. Ой, значит, у меня очень многое, но на чем-то в Resp. Я здесь занимал геометрический составляющий всех, фундамент всему. А что же вы даже с вами еще не снесли? Потому что почему-то мы не занимаемся после окончания. Нет, потому что я занимаюсь учебной направленностью. Как вы занимаетесь? И все просто, как это получилось, все, уломались, все, а начали за путь. Вчера, 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 вчера. Как это не для вас? База. Это надо нужна ли самая задача? Не помню, как это. Здесь, 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 на одной сфере. Ворьба, а вчера, вчера, вчера. Если я думаю, что я буду заниматься. И, кстати, нет противоречий, опять же, вы садечку учат. Здесь, здесь нет противоречий между соревновательными в этом направлении. Вдруг я сейчас показали рисование белых. Я сразу вспомнил такой прием. Мериться? Мериться. Вот, с ума нахожусь, соответственно, просто так может быть. Как? Он смысл запрещен. Зарешов можно? Запрещен. Но в основном, когда я передвала, основная защита соперника я первый у Владимира нет и здесь оставляется максимальная нога и не позволяем вот здесь включаем и здесь нужно наблюдать вот как я менял то есть я брал заклад противоположный и вот рисовал мелом получается вот так как мы начали может сразу болевой переходит вот ага да можно что я попросил ааа слушай еще раз я просто очень прошу то есть мы когда мы о чём говорим когда мы о чём говорим то есть если мы уже говорим о а о классификации да мы говорим о геничестве и давайте об этом да а тут уже мы сами представим кто в какой уровне и сочинение геничества это процесс да геничество здорово не горячее ладно ладно ну ладно мы сейчас тоже покажем приём да на самом деле с точки зрения островления он имеет большой эффект с точки зрения я подчёркиваю что человек раньше выступал в России и я хочу подчеркнуть что если вы не увидите то я вот также такой процент тренировочного процесса все равно долго выступать на соревнованиях но знаю точно что половина моих людей остались тренировки неужели получить лишний достаток поздоты неужели ничего что-то незнание не поставить да обязательно дальше переход переход наверное так сквозь ну не важно да 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 переход сюда переход на и в большинстве случаев соперник замечает это режим замечает ну в большинстве и перекрывает ноги закрывает спальни и здесь скажем так можно оставаться в этом положении подключать сниму но если вы не все эти ноги просто напрямую ногу напрямую напрямую это вот так вот конечно окном да центральный локт соперника и уже когда не давал адаптировать верху становится подниму вот и мы дальше переходим полном контроле промассажировав солнечное сплетение Роману Георгиевичу переходим уже на болевой прием правой руки здесь можно также продолжить накрытие да и чтобы закрепить материал мы не упираемся накрываем 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 просто сверху так убираем локту потому что она у нас была мы контролируем под нашу возможность убрать вот контролируем так что массажер забираем локту и продолжаем локту и соответственно локту не я не знаю что применяемое это но очень что такое действие на массажерной сетей и здесь есть у лепатит Я видел, что мы не делаем. Мы включаем с этой передачей, которая лучше взялась и санкологи, в том числе и в том числе. То есть они это делают в ПШК, а с одной стороны, чтобы подбесы, противные и сотрения, кипящие кипящие, и в ближайшее количество кипящих. Но все-таки есть... Да, это было бы. Да, это было бы. Вот. Ну, вот именно в таком месте. Нет, в таком месте нет. Ну... Вот так. Вот так. Подарочный стиль. Может попасть на пару? Давайте попробуем. Да. И мы трое. Вот, трое. Чем-то не могу. Поехали. 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 Что, где-то!? Техни. Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ